Далеко не для всех западных лидеров то, что случилось 9 мая 1945 года – победа. Скорее, как раз наоборот. Для большей их части это поражение и очень серьезное. По многим причинам. Во-первых, в межвоенный период Британия откармливала Германию как противовес своей тогдашней официальной союзнице Франции. А Соединенные Государства Америки точно так же откармливали Германию, а заодно, кстати, немного подкармливали и Советский Союз в качестве противовеса своей тогдашней официальной союзнице Британии. Просто потому, что традиционная англосаксонская политика предусматривает наличие двоих примерно равных противников, готовых вцепиться в глотки друг к другу, чтобы они не обращали внимания при этом на самих британцев. Ну, другое дело, что планы англосаксов и в Британии, и в Соединенных Государствах Америки в итоге сорвались. Германия нацелилась против них, и им пришлось воевать против Германии напрямую, а не только силами тех, против кого они ее затачивали. Легендарное французское сопротивление, образец смелости и патриотизма, даже по самым снисходительным к нему оценкам, даже если причислять к нему всех тех официантов, кто налил в чашку кофе для немца на пару граммов меньше положенного, все равно это сопротивление насчитывает меньше народу, чем было граждан Франции, воевавших на стороне Германии. Против нас воевала объединенная Европа, и даже та часть Запада, что воевала на нашей стороне, сделала это не от симпатии к нам, а просто потому, что их предвоенные расчеты не сработали. Естественно, для их нынешних наследников наша победа – это их поражение. И понятно, что они не торопятся это свое поражение праздновать вместе с нами. Разница еще и в том, что даже те, кто, в общем-то, не симпатизировал немцам, и даже те, кто пострадал от немецкой оккупации, совершенно не представляют себе, до какой степени немецкая оккупация на Западе отличалась от немецкой оккупации на Востоке. На фоне того, что творили немцы в оккупированном Советском Союзе, не то, что тот уровень жестокости, что немцы проявили, скажем, во Франции или Нидерландах, но и то, что они творили на других оккупированных славянских землях, кажется детской игрой. Ну да, в Польше погибло по разным оценкам до 6 миллионов человек, но это были в основном евреи. А до начала 20-х годов именно Польша, а не Германия, была главным в Европе центром антисемитизма, и поляки, хотя и обижались на немцев за то, что те уничтожают польских евреев, но большая часть обижающихся говорила что-нибудь в духе, это наши жиды, только мы можем их убивать. Там очень жестокой была война в Югославии, но там в основном зверствовали не немцы, там в основном сами сербы увлеченно резали друг друга. Тем более, что сербский народ разделен между тремя разными конфессиями. Вдобавок, среди православных сербов были тогда активные коммунисты и не менее активные монархисты, которые тоже друг друга, мягко говоря, недолюбливали. Поэтому шла классическая гражданская война, к которой немцы добавили немного, и они, по сути, только дали этой войне разгореться. А вот систематические зверства немцев на советской территории достигли такого уровня, что даже полякам и сербам сейчас трудно в них поверить. А уж голландцы и французы вообще считают, что это все русские пропагандистские сказки. Естественно, для Западной Европы это была всего лишь очередная из великого множества войн, в которых практически никогда не стоял вопрос выживания народа. Было только некоторое неудобство. Вообще практически все европейские войны – это войны за то, в какую именно из множества столиц будет идти налоговый поток. А сами источники налогов, то есть рядовые граждане, страдают лишь в порядке того, что американцы называют сопутствующими потерями. То есть случайные жертвы боевых действий. И даже немцы, которые всерьез восприняли английскую расовую теорию и всерьез считали, скажем, французов неполноценным народом, они все равно не ставили себе целью истребление сколько-нибудь заметной части французского народа и освобождение французского жизненного пространства для немцев. А вот у нас они такую задачу поставили всерьез и решали со всей немецкой методичностью и серьезностью. Для нас, в отличие от Европы, речь шла о самом существовании нашего народа. И, естественно, мы никак не можем относиться к этому так же спокойно, как народы Западной Европы. Поэтому и сейчас, и в обозримом будущем мы будем воспринимать нашу победу и переживать ее несравненно острее, чем даже те в Европе, кто вместе с нами сражался с немцами. То, что решающий вклад в победу над Германией внес Советский Союз, то, что большая часть сухопутных потерь Японии обеспечена тоже Советским Союзом, Квантунская армия, насчитывавшая в общей сложности около миллиона человек, в том числе 700 тысяч более-менее строевого состава, намного превосходит все, с чем доводилось встречаться американцам на многочисленных, но очень мелких Тихоокеанских островках. Это, естественно, очень лестно для нас, но очень нелестно для других воевавших вместе с нами. Естественно, они пытаются прежде всего поднять собственную самооценку. Примерно в духе польского полушуточного стишка, войско польского Берлин брало, а российского помогало. Ну, действительно, среди участников Берлинской операции, а там действовали три советских общевойсковых фронта. Первый белорусский, второй белорусский и первый украинский. В составе этих фронтов действительно действовали две дивизии войска польского и что-то порядка полусотни советских дивизий. Соотношение сил понятное. Тем не менее, поляки очень охотно вспоминают, что участвовали во взятии Берлина, поскольку это чуть ли не единственная, действительно победная для них страница той войны. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что современное мироустройство в основе своей построено сразу после войны, победителями в этой войне. И пересмотреть это устройство, скажем, потребовать исключения России из Совета Безопасности ООН или создания взамен ООН какой-то вообще другой международной организации. Это все невозможно, пока понятно, что именно мы были в той войне главными победителями. Хотя, конечно, не главными бенефициарами победы. Большая часть экономических выгод от победы досталась Соединенным Государствам Америки. Кое-что получила и Британия. Ну а нам досталось, к сожалению, в основном разорение, да еще вдобавок необходимость восстанавливать не только собственную страну, но и несколько соседних стран от Румынии до Польши. Наша роль в достижении победы должна быть принижена теми, кто хочет свои материальные выгоды от победы обратить еще и в выгоды политические. Ну, естественно, к ним присоединяются и те наши соотечественники, для кого Солнце восходит на Западе, и политикантропы нескольких стран, образовавшихся на развалинах Союза, где во власти оказались наследники, проигравших в той войне, это и три прибалтийские республики, и Молдавия, и Украина, где властвуют сейчас именно партии, объявившие своими предшественниками тех своих соотечественников, кто воевал на германской стороне и совершал те военные преступления, до которых сами немцы не хотели опускаться. Понятно, что им очень важно принизить наш вклад в победу, чтобы таким образом оправдать свою политическую позицию. Так что, думаю, что и впредь будут продолжаться попытки принизить нашу роль в войне, и как-то поумерить этот пыл можно, только отвечая на все это расхожей фразой. Вы хотите пересмотреть итоги войны? Мы можем перепоказать.